Алексей Владимиров и Марина Гес продолжают встречать это утро вместе с вами, уважаемые телезрители телеканала ОТВ и ОТР. Хорошего дня вам и отличного настроения. Сегодня в Челябинске берет начало международный кинофестиваль «Придчувствие». Он продлится до 25 сентября. Как заявлено в аннотации к фестивалю, «Придчувствие» — это кино будущего, эксперименты с форматами и технологиями. То есть это те самые фильмы, в которых кинематографисты рассуждают о том, каким может стать наш мир в будущем. Сегодня с нами на связи продюсер кинофестиваля «Придчувствие» Анастасия Безрук. Анастасия, доброе утро. Сейчас наш гость выйдет в прямой эфир и сразу же расскажет об особенностях этого фестиваля. Анастасия, мы рады приветствовать вас. Рады видеть вас на наших экранах. Здравствуйте, Марина Алексеев. Расскажите нам, пожалуйста, в чем особенность фестиваля «Придчувствие». Расскажите о нем самом, ведь этот фестиваль проводится уже не в первый раз, и наверняка есть что сказать по прошлому опыту. Да, особенность нашего фестиваля в том, что мы показываем фильмы, которые либо сделаны при помощи уникальных технологий, либо рассказывают о роли технологий в жизни человека. И особенность вот конкретно этого фестиваля, в отличие от предыдущих, это то, что у нас какое-то поразительное количество фильмов российских, и это не может не радовать. Это значит, что наши режиссеры ловят волну. И как на первом фестивале у нас был всего один российский фильм в конкурсе, да и то, ну, как бы, по сути, там был только русский продюсер Тимур Бекмамбетов с фильмом «Поиск». А сейчас у нас в конкурсе русские фильмы все. Вот. И это не может не радовать. Это пандемия так сказалась или что? Пандемия, кстати, тоже сказалась, но вообще я могу сказать, что это вообще общемировой тренд, потому что в том числе на Московском кинофестивале у нас тоже беспрецедентное количество русских режиссеров в конкурсе. И вообще вот во всех странах из-за закрытых границ сейчас все как-то развернулись в сторону своего собственного кинематографа, и это прекрасно. Ну и, собственно, отличие вот этого конкретно фестиваля в том, что у нас вообще больше фильмов, в принципе, про уральцев. В частности, у нас будет документальный фильм о Юрии Шевчуке, на котором мы приглашаем всех, Юра-музыкант. То есть акцент в этом году у нас такой камерный, российский, и я думаю, что это хорошо. Но при этом фестиваль все равно сохраняет статус международного. Конечно, потому что у нас, во-первых, у нас член жюри Калина Бертен, одна из членов жюри, это документалист очень известный канадский, и статус международного сохраняется, потому что в VR-программе, допустим, у нас, у нас там большее количество международных фильмов. Так что все хорошо. Но то, что в игровом больше российских... Ну, не знаю, я просто русский продюсер, и был такой запрос от зрителей, почему так мало показывать русских фильмов. Вот, поняли, приняли. Вот вам, пожалуйста, держите. Анастасия, скажите, пожалуйста, сколько в этом году вообще фильмов участников? Фильмов участников пять в основном конкурсе. Ну, у нас будет еще программа короткометражного кино, игрового, документального, будут VR-показы, спецпоказы. Но еще очень важный момент, что в прошлом году у нас проводился питчинг дебютантов. И, как бы, один из призов главных получил фильм «Закрытые двери». И в этом году фильм «Закрытые двери» будет открывать наш фестиваль. Собственно, вот результат питчинга дебютантов, снятый год назад, будет показан. И где, какой кинотеатр откроет двери, чтобы посмотреть «Закрытые двери»? Фильм «Закрытые двери» сегодня будет показан на открытии в кинотеатре «Знамя». А завтра будет показан в кинотеатре «Импульс», чтобы больше людей могло насладиться, потому что мы соблюдаем все требования Роспотребнадзора и бережем здоровье наших зрителей. На протяжении всех вот этих дней, до 25 сентября, вы будете показывать, поскольку фильмов в день. И вообще, как много зрителей вы ожидаете увидеть в качестве гостей в фестивале? Вчера, допустим, нам позвонили с вопросом, почему онлайн можно зарегистрироваться только на 30... Почему онлайн можно зарегистрировать максимум 30 мест. Поэтому гостей мы ожидаем много, потому что, надеюсь, гости прикормились за прошлые годы к нам, потому что мы показываем хорошее кино, потому что помимо просто фильмов у нас же будут еще и мастер-классы и творческие встречи. Так что зрителей ожидаем много, полную посадку. И кроме того, у нас есть специальная опция на сайте «Причувствия». Почти все фильмы можно посмотреть онлайн. Это очень хорошая опция. Если вдруг не доберемся до вас, вдруг снова погода испортится, будем смотреть в интернете. Большое спасибо, Анастасия. С нами на прямой связи была продюсер кинофестиваля «Причувствие». Анастасия Безрук. Ну а прямо сейчас мы предлагаем посмотреть рубрику «ЮТОП». Подборка кулинарных Ютуб-каналов, после просмотра которых вы можете стать либо кулинаром, либо кондитером. Продолжение следует...